Этичность, моральность, нравственность, лидерство. Люди довольно часто спрашивают, чем все эти понятия, чем они связаны между собой. На самом деле, этичность – это греческое слово, моральность – это латинское слово. Нравственность – это славянское слово. Лидерство – это современное слово, но на самом деле все эти вещи определяют одну только реальность. И люди довольно часто думают, что это человек, который соблюдает какие-то внешние правила поведения. Внешние правила, которые могут изменяться со временем. А на самом деле этичный человек, то есть нравственный человек, моральный человек – это просто человек, который стал человеком. Греки, древнегреки постоянно говорили «стань тем, кто ты есть». Значит, ты, конечно, родился человеком, но быть человеком – это еще процесс. Человек становится человеком, когда он воспитывает в себе нравственные привычки, то есть общечеловеческие добродетели. Так что эти слова – этичность, нравственность, моральность – это слова, которые определяют реальность человека, который развивается к отличности. Это формирование характера. Есть очень интересная идея у Конфотса, что безнравственный человек – это просто не человек. Даже у японцев и у китайцев есть один идеограмм, иероглиф, как хочешь, очень простой. Безнравственный человек – это два идеограмма. Это не человек. Вот о чем идет речь. Поэтому безнравственное – это не то, которое делает какую-то ерунду нравственную. Нет. Безнравственная личность – это человек, который как-то не стал человеком, потому что не развивал в себе человеческий потенциал. И, конечно, не достиг самореализации. Это очень высокие вещи. Этичность, нравственность, моральность – это очень высокие вещи. Это на самом деле… Речь идет на самом деле о самореализации. Это не то, что ты можешь позволить себе Это твоя обязанность Человек обязан реализовать себя как личность Он нравственно обязан